Всем добрый день! Спасибо, что дали мне возможность рассказать. Рассказывать я буду, во-первых, про большие данные, потому что это тема сегодняшнего нашего дня, во-вторых, про «Аренодату», потому что я в ней работаю. Поэтому агенда у нас примерно такая. Я хотел немножко поговорить о том, что такое большие данные, хотя, наверное, вы все прекрасно это знаете. Рассказать историю компании «Аренодата» и рассказать, какую платформу создает компания «Аренодата» для обработки больших данных. Попробовать всякие аспекты этой платформы, различных ее компонентов, проговорить, в том числе про некий единый оркестратор этой платформы, ну и потом сказать пару слов о том, что без вас, то есть без образования, большим данным вообще не жизнь, на наш взгляд. Это я, как преподаватель учебного центра, последние пять минут этому посвящу. Давайте начинать потихонечку. Начать бы я хотел с т-адвайзеровской картинки, которую, в общем-то, и вам не видно, и мне не видно. И даже если приблизить очень сильно, ничего не будет видно. Это российский ландшафт IT-технологий. Вы видите, сколько всего, каких много квадратиков, кубиков на этой картинке присутствует. Разобраться в них порой непросто. Я бы хотел сегодня поразбираться с маленькой частью этой картинки той частью, которой занимается компания Arena Data. Ну, сначала, наверное, про историю, и тут хотелось бы на этом слайде сделать некий экскурс, отступление, поговорить о том, что такое большие данные, на мой взгляд. Наверное, десять лет назад это было самым модным термином всех IT-конференций, а может, уже 15 лет. Термин Big Data появился благодаря журналистам. У них была Big Oil, большая нефть. По аналогии с нею, очень быстро показалось, что термин Big Data очень емкий, описывающий много чего, а на самом деле все понимали его по-разному. И определений, как у всякого модного IT-термина, было много. Их были десятки, и, в общем, все люди под Big Data понимают немножко разные вещи. Из всех определений, которые мне довелось слышать на конференциях 10 лет назад, больше всего мне понравилось определение, что это такие большие данные, которые невозможно хранить и обрабатывать по-старому. То есть они требуют инноваций. При этом в этом определении мне нравится, что нет никакого порога. Для кого-то хранить и обрабатывать по-старому начинается с одного терабайта, для кого-то с 10, а для кого-то там со 100 гигабайт. У всех разное понимание по-старому, по-новому. Поэтому это определение, на мой взгляд, довольно универсальное. Очень быстро вместе с термином Big Data стало ассоциироваться понятие Hadoop. Hadoop — это некая экосистема, состоящая, наверное, из 30-35-40 разрозненных технологий, которые все развиваются своей дорогой, все имеют разную версионированность, все имеют разный функционал, но все они обрабатывают большие данные Big Data в той или иной степени. Hadoop, по большому счету, это open-source. Open-source — вы, наверное, отлично знаете, что это такое. Это то, что развивается как бы само. Так не бывает, поэтому у каждого open-source проекта есть некий набор, я их называю совет старейшин. Это размазанные по всему миру люди, которые отвечают за то, куда этот проект двигается. В Hadoop таких старейшин много. Соответственно, двигается оно все довольно сложной дорогой, как весь open-source. Кто-то разрабатывает удивительно удачный функционал, совет старейшин принимает решение, что он заслуживает того, чтобы попасть во всеобщую ветку, она называется mainstream. Попадая в mainstream, человек становится коммиттером или контрибьютором, это примерно похожие термины. То есть он вносит свой вклад в развитие open-source проекта. Такими вкладчиками, контрибьюторами можете быть в скором времени, например, вы. У Hadoop экосистемы из кучи тулов, кучи программных обеспечений, и у всех у них свои старейшины, свои контрибьюторы. Это сложно организованная штука. Тем не менее, в какой-то момент на российском рынке была компания Pivotal, теперь она называется в январе Танзу, которая свой Hadoop, когда было много разных Hadoop, это было 10 лет назад, свой Hadoop продвигала. А также она продвигала второе решение для Big Data, у нее на самом деле у Pivotal была целая линейка, но ключевых решений было два. Одна Big Data не структурированная, для данных вообще универсальных, это Hadoop. А вторая Big Data — это база данных, это Big Data структурированная. Это решение, которое в основе своей, так или иначе, содержит реляционную модель, на которой построены все базы данных. Соответственно, имеется язык из COIL. Это второе решение от Pivotal, называлось Green Plum, зеленая слива. Вот эти два решения вовсю приселились в российском рынке и заинтересовали ключевых игроков на нашем рынке, масштабные компании типа Сбера, типа ВТБ. Я не буду перечислять список, у нас есть довольно большой пул интерпрайзовых компаний, интерпрайзовых заказчиков. У интерпрайза Big Data в первую очередь появилась, Enterprise Big Data в первую очередь заинтересовался, в том числе тем, как из Big Data делать деньги. Вот и Enterprise активно был заинтересован в продуктах Pivotal, таких как Hadoop и Green Plum. И в этот момент компания Pivotal с российского рынка решила уходить, оставляя все это хозяйство, не пойми в каком состоянии. Потому что кому-то понравилось, он был готов покупать, покупать в общем негде. Кому-то понравилось, он был готов покупать, эксплуатировать, но нужна поддержка. И в этот момент некоторая инициативная группа сотрудников Pivotal решила остаться и организовала компанию Arena Data с первой идеей поддерживать Hadoop и Green Plum, который некоторым ключевым заказчикам понравился. То есть изначально компания была саппортовая, поддерживающая. Но очень быстро выяснилось, что поддерживать Open Source – это в общем его дорабатывать. Потому что большинство проблем, которые возникают, требуют изменений в коде. А изменения в коде – это уже не поддержка, это уже разработка. Таким образом, Arena Data превратилась из компании, поддерживающей Green Plum и Hadoop, в компанию, разрабатывающую Green Plum и Hadoop. И на сегодняшний день является ключевым коммитером, контрибьютором обоих проектов Open Source. То есть очень многие изменения, которые программисты Arena Data делают, становятся мейнстримом, становятся доступны всему миру как часть Open Source проекта. Компания развивалась. Помимо Green Plum и Hadoop появлялись новые продукты и потихонечку все эти продукты составили единую платформу. Платформу данных, если угодно платформу больших данных, хотя в последнее время и средние данные тоже нас активно интересуют. Разница, я подчеркиваю, достаточно своеобразная. Она у каждого своя. Вот платформа на сегодняшний день выглядит из набора тулов. И место ее, наверное, хорошо показывает этот слайд. Arena Data занимается тем, что посередине. Тем, что зелененький ромбик, тем, что называется платформа данных. Грубо говоря, это системный софт. Это базы данных и некие штуковины, которые помогают этим базам данных жить. Arena Data не занимается железом, который, черный ромбик, это инфраструктура. Вот, ну она бывает разная, бывает эластичная, бывает не очень, бывает облачная. В общем, инфраструктура это о другом. Ну и Arena Data не лезет в конечные приложения, из которых надо сразу сказать, выделить огромный класс BI-овских предложений. Мы создаем системный софт. Системный софт мы создаем так, что он объединяется в некую платформу. Она называется Arena Data Enterprise Data Platform, EDP. И на сегодняшний день состоит из некоторого количества компонент, который я вот на этом слайде хотел бы вам рассказать. Это, собственно, наш самый главный слайд. Он такой цветной, в нем много разных идей заложено. Вообще можно всю презентацию на этом одном слайде сделать. В частности, вот эти цвета радуги, они не просто так выбраны. Это реализована модная штука, которая называется температурное хранение. Хадуп в ней самый синий, а вот то, что называется пикодата или тарантул, самый красный. Это значит, самый синий медленнее всего отвечает конечному пользователю, а красный быстрее всего отвечает. То есть, горячее, холодное хранение. Но это я забегаю вперед. Во-первых, аббревиатуры. Arena Data Hadoop, ADH, синенький квадратик. Arena Data Database, Green Plum, зелененький квадратик. Arena Data Quick Marts, быстрые витрины. Это очень модная на сегодня база данных, которая называется Clickhouse в Open Source. Желтенький квадратик. Arena Data Postgres, ADPG. Ну, я думаю, про Postgres все знают. Рыженький квадратик. Pika Data Tarantul. Не Arena Data, а родственная нам компания Pika Data. Красненький квадратик. И отдельно выделенная в отдельную группу, так сказать, стриминга. Arena Data Streaming ADS. Фиолетовый квадратик. Это то, что составляет платформу. На следующем слайде рассказано, что является инкарнацией какого open-source проекта. Соответственно, Green Plum, Hadoop, Clickhouse, Postgres, Tarantul и Kafka Plus NiFi. Ну, что такое Kafka Plus NiFi, я сейчас скажу. Но мне все-таки на этом слайде хотелось бы подольше посидеть немножечко. Что для чего? Ну, во-первых, есть базы данных. Они все нишевые, специфичные, своеобразные. Зелененький Green Plum. Это MPP Sherried Nothing, если эти слова не очень звучат наукообразно. Это огромный кластер из многих маленьких Postgres, который решает задачу хранилища. Это база данных под хранилища. Соответственно, профиль нагрузки у нее OLAP. Это, значит, тяжелые, зубодробительные, многочасовые аналитические запросы, которые нужно специфично параллелить. Вот для какого профиля Green Plum был придуман. Прямые аналоги в коммерческом софте. Это Teradata, IBM, Netiza, если такие известны вам. Green Plum, он прекрасно работает с очень тяжелой эскольной логикой, с могучими джойнами многих таблиц. Но он прекрасно работает над задачами, для которых он был придуман. Попытки его натянуть на задачи, для которых он не придуман. Эти попытки надо пилотировать и скрупулезно тестировать. Желтенький ClickHouse. Ну, ClickHouse из названия, понятно. Дом кликов. Это база данных, которая была придумана, чтобы обслуживать то, как люди кликают кнопочки в социальных сетях и пытаться делать на этом аналитику и, следовательно, деньги. ClickHouse очень шустрый. Он выдерживает десятки тысяч одновременных пользователей, которые к нему обращаются. Но ClickHouse не готов к сложной эскольной логике. Простой джойн, то есть соединение пары-тройки таблиц, уже для ClickHouse может стать проблемой. Поэтому мы видим великое будущее в том, чтобы ClickHouse работал вместе с Green Plum. Green Plum осуществлял сложную логику и отдавал в ClickHouse широкую таблицу, которую в простонародье все называют витриной. А эту витрину люди смотрели, крутили в огромном числе. Поэтому мы назвали свой ClickHouse Arena Data QuickMars – быстрые витрины. Красненький квадратик – это Tarantool. Это InMemory Grid – это база данных, размазанная по памяти кластера. Понятно, что поскольку она в памяти, она быстрее всего. Но она самая сложная, потому что ее надо, в общем, строго говоря, программировать. То же самое можно сказать и про всю экосистему Hadoop, которая внизу синенькая. Hadoop – это набор тулов для обслуживания Big Data. Он практически все аспекты, все стороны жизни Big Data покрывает. Но его тоже нужно программировать. То есть это путь воина. Мы знаем один прекрасный банк на просторах нашей страны, который в каком-то момент отказался под хранилище от баз данных вообще и построил хранилище на Hadoop. То есть у них была такая мощная система программистов, команда целая, которая позволила им не связываться с базами данных, фактически написать свою базу данных с помощью технологии Hadoop. Они это позволяют, но это такой путь воина. Ну и отдельно выделились из Hadoop два тула – Kafka и NiFi. Оба тула занимаются одним и тем же, занимаются очередями сообщений. Ну, Kafka, наверное, все слышали. Ну, NiFi – это тоже такая, ну, как Kafka, только с возможностью трансформации на лету. Это штуковины, которые помогают писать на них корпоративные шины, потому что все системы должны обмениваться сообщениями. Фактически это кластерные отказоустойчивые очереди сообщений. На этом слайде есть серенький квадратик внизу – это Arena Data Cluster Manager. Это написанный нами, а вовсе не на основе open source, а специальный продукт, который помогает элементы нашей платформы, компоненты нашей платформы разворачивать, эксплуатировать, мониторить. В общем, делать с ними все, что делает обычно рутинную работу линуксового администратора. Мы взяли на себя за счет того, что написали скрипты Ansible, и эти скрипты завернули в некий tool, который является единым оркестратором платформы. В некотором роде, если кто-то хочет один кубик нашей платформы или несколько реализовать у себя, то есть очень удобный оркестратор, который все развернет, будет все мониторить в едином ключе. Это особенно ценно для службы эксплуатации, которая хочет поддерживать больше, чем один наш компонент. Когда их много, эксплуатировать их в едином ключе – это, конечно, очень большой бонус для службы эксплуатации. Ну, этот слайд мы уже проговорили. Пару слов про лицензию. Ну, я технически, вы, наверное, тоже, что нам говорить про деньги. Но, тем не менее, все продукты Arena Data существуют в двух ипостасях. Есть Community Edition – это то, что бесплатное, то, что выкачивается с нашего сайта. Студенческий вариант, поскольку вы, в общем, студенты, вполне вариант для вас. И есть Enterprise Edition, EE – то, куда мы включаем некий дополнительный функционал, то, за что мы берем деньги, и то, что мы поддерживаем. То есть Support – это Enterprise Edition. Ознакомиться с продуктом можно и бесплатно. Ну, еще я, наверное, на вот этом слайде, самом главном, хотел бы сказать пару слов про… Сейчас я долистаю назад, до главного слайда. Про принципы, на которых, на мой взгляд, компания Arena Data развивает свою платформу. Первый принцип – это для каждого компонента берется соответствующий open-source проект, который дорабатывается в той степени, которая нужна нашим ключевым интерпрайзовым заказчикам. То есть в некотором роде Arena Data превращает open-source в enterprise. Те, кто много работал с open-source, знают, что это очень непростая задача. Open-source прекрасен. Все главные идеи, которые в мире программирования возникают, конечно же, в первую очередь, возникают в open-source, потому что это прекрасное поле деятельности для всего нового. Но обслуживать open-source, особенно обслуживать его в интерпрайзном сегменте – это ужасно сложная задача. Особенно, если нужно подружить один open-source с другим. Там куча проблем с версионностью. Ну, в общем, вы понимаете. И вот эти все проблемы Arena Data берет на себя. То есть в некотором роде она превращает open-source в enterprise. Ну, в первую очередь, я считаю, что enterprise – это три кита. Это кластер, это backup recovery или restore, как вам приятнее. И мониторинг. То есть кластер, backup, мониторинг. Без этого enterprise не enterprise. В принципе, все эти тулы, кроме Postgres, они уже в open-source кластерные. Вот. Осталось только побороться за мониторинг и за backup. И это действительно борьба. Это первое. Первый принцип. Второй принцип – у платформы единый оркестратор. Этот самый серенький прямоугольничек внизу. Arena Data Cluster Manager – это оркестратор. Он, в том числе, налаживает связи компонент платформы с инфраструктурой. Инфраструктура может быть теперь облачная, может быть гибридная, может быть так называемая барри-металл – прямое железо. Всем этим занимается ADCM. Ну, и третий принцип. Мы допускаем и активно пропагандируем использование не одного кубика нашей платформы, а нескольких совместно. Ну, пример – тот же ClickHouse вместе с GreenPlan. Они немножко для разного. Но вдвоем могут совершать чудеса. Вот. Соответственно, нужны какие-то машинки, движки, которые помогают передавать данные из одного кубика в другой. Эти движки обычно в open-source называются коннекторы. И существует целый ряд open-source коннекторов. Например, знаменитый коннектор PXF, который из GreenPlan – Platform Extension Framework. Из GreenPlan умеет лазить и в Hadoop, и во все другие базы данных. Но иногда open-source коннекторы нас не устраивают по производительности или по функциональности. И мы пишем коннекторы свои. И они, конечно же, ходят в Enterprise Edition. То есть то, что мы продаем за деньги – это вот комментарий к этому слайду. То есть у каждого продукта своя разница между community и enterprise. Все неприятности, баги, вредоносные закладки, которые мы находим в open-source на момент тестирования, попадают и в community, и в enterprise. Базовый мониторинг, основанный на open-source проектах, графит плюс графана, попадает и в community, и в enterprise. А вот коннекторы – это enterprise. И поддержка – это enterprise. А для баз данных мы еще пишем common-центры, которые умеют мониторить на уровне SQL, подобно тому, как в Oracle был enterprise-менеджер, который умел проваливаться в SQL и понимать, что с SQL не так. Эти common-центры – это тоже enterprise. То есть есть функционал, который входит в базовый продукт, есть функционал, который входит в расширенный продукт. Расширенный продукт имеет лицензирование. Я больше не буду про деньги, я в них не очень силен. Краткое описание продуктов я на самом деле уже дал. То есть про GreenPal я рассказал, это огромное хранилище, это сотни терабайт, а то и петабайты. Профиль нагрузки – all up, то есть аналитический. Clickhouse – очень быстрый, но не умеет SQL-логику. Postgres – про него я говорил мало, потому что все про Postgres знают. Это универсальная база данных. Если посмотреть на просторы open-source, то видно, что, наверное, транзакционная база данных, которая готова поддерживать LTP-шный профиль нагрузки, там по большому счету, наверное, одна. Postgres – это зрелый продукт, он недавно вышел, 15-я версия. Postgres много умеет, Postgres гибкий, Postgres расширяется с помощью экстеншенов. То есть некоторые функционалы в нем можно достраивать. И вот у нас уже вышла, это самый наш юный продукт – ADPG. У нас уже вышла вторая версия в декабре. Наш Postgres теперь кластерный. То есть первая версия – это была просто Postgres 14, встроенный в нашу платформу. Теперь мы его кластеризовали за счет ETCD плюс Patroni. Это такие тоже open-source проекты отдельные. Мы их сочленили, и наш Postgres теперь не совсем Postgres, а Postgres плюс ETCD плюс Patroni. Ну, сразу надо сказать, что традиционно вся платформа ArenaData работала на операционных системах CentOS плюс RedHat. Но в 2022 году мы поменяли немножечко акценты и портировали весь стэк на первую отечественную операционную систему, которая называется Alt Linux. Сейчас мы занимаемся портацией на вторую операционную систему, которая называется Astra Linux. Я думаю, что Alt и Astra – это то, на чем мы остановимся, потому что большинство наших заказчиков других Linux от нас не ждут. То есть все эти продукты, они вот работают уже на одной отечественной операционке, на Alt Linux. Ну, Hadoop и Streaming – это второй. Вторая часть нашей платформы – это то, что связано с Hadoop. Стриминг, Kafka Plus NiFi, на самом деле из него выделился. Ну, и тут я хочу не чтобы никого запугать, а просто показать, как на самом деле устроена экосистема Hadoop. Hadoop – это не Hadoop вообще, не Open Source Hadoop, это Hadoop от ArenaData, то есть ADH. Ну, тут, конечно, плохо видно на этом слайде, но видно сколько, что, по крайней мере, штук 20 компонентов. У каждого своя версия. С каждым нужно отдельно поработать, и еще и нужно прогарантировать то, что они будут работать совместно, а это очень непросто. Вот эту задачу, сложную, задачу интеграции Hadoop компонентов, ArenaData решает. Вот, и это тоже, в общем, на мой взгляд, очень сложное, достойное внимание и трудно решаемая задача. Ну, про Cluster Manager я уже тут проговорил, это действительно ключевой принцип нашей платформы. Вот пример интерфейса. Обычно в этот момент мы прям мышкой возюкаем, показываем реальную демонстрацию. Ну, сегодня мы решили так не делать, потому что реальная демонстрация всегда немножко сбоит. Мы показали Print Screen. Вот так выглядит наш ArenaData Cluster Manager. В нем развернуто ADB и развернут мониторинг. Вот он такой черно-зелененький весь из себя. У него есть основные пункты меню. Кластера, так называются, программное обеспечение, которое развернуто. Хост-провайдеры, так называются, движочки, которые дружат с инфраструктурой. Помните, я говорил, она может быть как облачная, так и железная. Ну, хосты, понятно, это хосты. Джабы — это можно посмотреть, как долго чего работает и почему не работает. Ну, и, наконец, бандлы — это то, что выкачивается с нашего сайта, если оно Community Edition или покупается за деньги, если оно Enterprise Edition. Вот у каждого, на каждом кластере можно в него провалиться. Появится там некий интерфейсный треугольничек. Можно на него нажать и посмотреть все действия, которые можно с этим кластером сделать. Можно его там reinstallить, реконфигурить. В общем, мы считаем, что это основной инструмент работы с платформой ArenaData. Мы верим, что он удобный и пытались сделать его то, что называется user-friendly, то есть дружелюбным. Ну, немножко про импортозамещение. Я хотел бы сказать, что все-таки платформа ArenaData, она придумана изначально не чтобы импортозамещать, она сама по себе нам кажется правильной. И тут, наверное, я хотел опять экскурс сделать в сторону. Я понимаю, что сейчас уже западный рынок нам не так интересен, но есть прекрасная база данных Oracle, которая универсальная, одна на все. А есть Amazon, у которого баз данных много в облаке. Эти базы данных нишевые, каждая для своей задачки. Вот очень непонятно исторически, чья концепция победит. Одна база на все случаи жизни или много баз для каждой конкретной задачи. Вот в прошлом году, насколько я понимаю, денег Amazon заработал больше. Это, в общем, серьезный такой ответ на этот вопрос. То есть, возможно, что платформенный подход к IT, когда у нас не одна база данных на все случаи жизни, а когда много разных и можно из них скомпоновать ту или иную конфигурацию, возможно, этот подход в будущем победит. Ну, это время покажете. Я думаю, это уже вы как раз будете наблюдать. Поэтому сайт про импортозамещение, слайд, он такой... Ну, конечно, надо о нем сказать. Если хранилище живет на Терадате, ABM, Netizia, или если на Oracle Exodate живет именно хранилище, то есть Варихаус с Олаповской нагрузкой, им, конечно, прямая дорога в Greenplum, ADB. Если это Cloudera, если это Hortonworks, если это какой-нибудь еще Hadoop, то им прямая дорога в Ariadata, Hadoop. Если это Microsoft SQL или еще какие-нибудь относительно не очень большие базы, это им прямая дорога в Postgres. Если это сложные ситуации, а сложные ситуации в рынке бывают часто, ну, например, есть база, которая живет на Oracle Exodate, но она не улаповская, она не Варихаус, она сложной, называется, смешанного профиля. В ней есть и короткие транзакции, и длинные селекты, и точечные загрузки, и бачевые загрузки. В общем, база живет такой разнообразной жизнью. То, может быть, надо пересматривать парадигму, что, конечно, ужасно звучит для айтишного начальства. И нужно распилить эту базу на куски. Один кусок поручить Greenplum, другой кусок Clickhouse, третий кусок Tarantula, четвертый – Hadoop. И с помощью стриминга обеспечить обмен между этими базами или с помощью коннекторов. И, таким образом, система будет работать эффективнее, будет работать быстрее, но надо немало поработать, чтобы превратить ее, вот это вот преобразование с ней сделать. И эта работа дорогая, эта работа сложная, она, конечно, рискованная, никто не хочет с ней связываться. Все говорят, ну, давайте мигрируйте. Вот у нас тут, а у вас там, у нас база, у вас база. Ну, смигрируйте. А это иногда может быть не очень простой задачей. Поэтому слайд правильный, но к нему нужно с определенными такими уточнениями относиться. Ну, теперь пару слов про образование. Тут, ну, я на самом деле не только архитектор информационных систем, я еще преподаю Greenplum, то есть ADB в нашем учебном центре. У нас есть курсы по Greenplum, у нас есть курсы по Hadoop, у нас есть курсы по Clickhouse. И мы, в общем, стараемся всем нашим компонентам нашей платформы людей учить. Потому что, мне кажется, самая главная беда рынка на сегодняшний момент с вот этими новыми а-ля open source технологиями в том, что не хватает людей, которые их знают, не хватает айтишников. И это, по-моему, главное. То есть, если бы их было много, мне кажется, в такую сторону вот такой немножко доделанный, доработанный open source, в такую сторону бы многие двигались, но они просто боятся. Людей нет. Вот. Людей надо учить. Этим, в общем, мы занимаемся. Этим занимаетесь вы. И по этому поводу вот такой слайд. Он, наверное, у нас примерно так последний. Вот. Это слайд о том, что мы видим очень важным сейчас. Работу с вузами, работу с вами, потому что без вас, без того, чтобы вы понимали, куда двигается айти и что такое бигдата. Потому что переход к бигдате уже произошел, обратно уже не будет. Наши прекрасные соцсети, все эти WhatsApp, все эти телеграммы и все прочее с ними генерят прорву данных. Их уже невозможно хранить по-старому. Их невозможно обрабатывать по-старому. По-любому нужно что-то внутри себя менять. Мир изменился и такой, как раньше, он уже не будет. Это даже банковские системы наиболее консервативно чувствуют. Они уже не могут уживаться на одной базе данных. Им уже нужно кучу разных вещей учитывать. Там всякие программы, лоялити, вот это все. Это же все бигдата, бигдата. И бигдата, конечно, очевидно, что надо ее изучать. И, наверное, это и есть предмет сегодняшнего нашего мероприятия. И вот на этой неделе мероприятия все, что мы с вами делаем, так или иначе, про бигдата. И вот этот слайд, он о том, что, в общем, тут и IT без вас, вас очень нуждаются. Ну и вы очень нуждаетесь в IT. Поэтому слайд такой немножко иньяниный, иньяниный такой. То есть, эти три составляющие зависимы друг от друга и стрелочками они. Вот. Ну, наверное, на этом слайде я хотел бы так закончить свое выступление. Вот. Поэтому, если есть вопросы, так, это про курсы. Это мы уже сказали, а больше слайдов и нет. Так что на этом слайде давайте пусть он висит. Давайте послушаем вопросы, которые вы нам напридумывали. Большое спасибо, Алексей. Очень структурированное выступление. И наши внимательные слушатели вот пишут такие слова. Сразу видно, человек умеет преподавать, все понятно, по полочкам и слушать. Приятно. Я только от себя могу присоединиться к этим словам восхищения. Действительно, сложная материя, которую не так-то просто изложить. Но когда ты понимаешь, что вот некий сдвиг в понимании этой материи произошел, думаешь, что недаром потрачено время на слушание. Действительно, очень структурировано, очень интересно. Ну, ряд вопросов от наших слушателей. В частности, можете ли вы порекомендовать какой-то реальный кейс с обезличенными данными для изучения озвученных вами технологий студентами? Я хотел рассказать анекдот в ответ на этот вопрос. Мы готовы и к такому вызову. Ну, есть такая штука Мадлиб. Наверное, многие знают это расширение постгресса для машин-ленинга. Эта штука Мадлиб открыта. Она очень прикольная. И то, что называется новая профессия дата-сайентист, которую часто называют дата-сатанистами, в общем. Оно... Ну, ты не дата-сайентист, если ты Мадлиба ни разу не пробовал. Вот. Один крупный российский ритейлер, который вы, несомненно, все знаете, потому что ходите в его магазины через день. Затеял у себя чековую аналитику. Это значит, погрузил все чеки в гринплан и натравил на него Мадлиб. Чтобы узнать, чем люди покупают. Изначально вопрос стал, с чем покупают пиво. Потому что обычно в этом ритейлере пиво стоит рядом с чипсами. И выяснилось, благодаря этому Мадлибу, который умеет строить отношения между параметрами, выяснилось, что с чипсами гораздо чаще, чем пиво, покупают памперсы. Вот. На этом моменте экран погас. Ничего. Покупают памперсы. Это, конечно, объяснимо. Молодые отцы, жены их посылают за памперсы. Ну, они гордятся, что дети родились и заодно покупают пиво. Нормально. Вот. И они стали ставить рядом с пивом памперсы. Я не знаю. Я это видел в магазине возле дома. Я думал, какие идиоты ставят. Кто будет покупать памперсы? А это отработала дата-сайтистская наука. Библиотека Мадлиб и гринплан. Это очень хороший кейс для исследования этой технологии. Можно где угодно, не обязательно в большом гринплане, а хотя бы в постгрессе, нагенерить таблицу покупок чеков. Создать ее руками. Прямо написать чипсы, картошка, хлеб. Памперсы, чипсы, хлеб. А потом построить с помощью Мадлиба корреляции и на это дело посмотреть. И увидеть, как работают настоящие дата-сайтисты. И вот именно так этот великий ритейлер узнал, что у них пиво покупают с памперсами. Стал ставить памперсы. И на всей стране на ее масштабах выиграл многомиллионную сумму в рублях. Это звучит анекдотично, но это такая вот правда. То есть люди заработали денег на технологии. Я предлагаю, если кому-то интересно, Мадлиб – это открытый, это open-source. Просто его достать из open-source вместе с постгрессом и посмотреть корреляции между… Чеки можно свои, создать таблицу, и в нее прямо вот вы пошли там куда-нибудь, купили что-нибудь. Вот этот чек инсертом записали, потом еще парочку, а потом корреляцию. И посмотреть, что вы с чем вместе покупаете Мадлибом. Это очень прикольное занятие. И оно даст вам понимание о том, как обрабатывают бигдату дата-сайентисты. Спасибо за анекдот и спасибо за совет. Я думаю, что это очень интересно, потому что на самом деле на таких кейсах и происходит обучение людей, на мой взгляд. То есть выяснить, предсказать объективную какую-то, скажем так, стандартную связь между количеством машин и количеством проданного бензина – это легко. А вот найти что-то такое, на что нужен действительно алгоритм, на что нужна какая-то машинная работа – это очень ценно. То есть извлекать смысл из данных – это, собственно, то, ради чего все это общение должно существовать. Ну вот скажу, что у нас, например, завтра состоится хакатон, где студенты будут пытаться решать вот какого-то рода такого задачи, когда дают набор данных, из которых надо извлечь какой-то смысл, на основании которых компания будет принимать какое-то решение. Ну то есть вот для нас это важно, мы понимаем, что сейчас нельзя просто рассказывать про какие-то вещи, надо практически руками обязательно что-то делать и какой-то смысл извлекать. И мне кажется, что вот тут такой, ну отчасти немножко провокационный вопрос, но по сути. А вот Арена Дата готова выделить ресурсы, предоставить студентам некоторую песочницу для изучения и исследования программных средств и инструментов работы с ними? То есть вот насколько ваша компания готова к таким шагам? Все упирается в железо. Так-то, конечно, мы готовы. Спасибо за вопрос, дайте нам подумать. Я не генеральный директор, он бы ответил сразу, а я к нему схожу и поговорю. Мы используем вас как человека, который ходит к генеральному директору. То есть, да. Это можно сделать, если как-нибудь отрезать кусок облака под студента, чтобы он всегда был. За этот кусок облака надо кому-то заплатить. Ну вы же вот так интересно очень сказали, что у вас есть комьюнити, есть интерпрайз, а студенты это вот как бы особенные люди. Может быть, это как раз тот кейс, где они могут на что-то претендовать. Хорошо, давайте мы это осмыслим. Это правильный вопрос. Ну у меня нет на него прямо сейчас правильного ответа. Все же ждут ответа, конечно, да? Ну да, мы думали вас взять как бы так на слабо, что да, вот вам сейчас кусок. Нет, это очень правильно, это по хозяйству, по хозяйственному. Экономика должна быть экономной, все хорошо. Еще один вопрос, ну такой еще более приземленный. Как ваша платформа может быть применена вот собственно в системе образования, то есть школы, департаменты, РОНО, ГОРОНО и так далее, для решения каких конкретных задач? То есть вопрос от человека вот из траншей, который сидит в окопе, учит детей и хочет сказать, а зачем мне все это надо? Слушайте, я боюсь, только сейчас надо, чтобы человек в траншею, не дай бог, не обиделся. Есть такое понятие, как эскольная зрелость. По-моему, мы его придумали сами. То есть очевидно, что эскольные зрелые банки. У них все структурировано, все по книжкам о революционных базах, которые написаны там кодом еще в 60-х годах. Все правильные модели, все хорошо. Банки, ритейлеры, несомненно, сотовые операторы давно имеют эскольную зрелость. А вот промышленность не имеет. Какой-нибудь завод металлургический с кучей датчиков. Это типичный ходуб, потому что они еще не дозрели до базы данных. Не потому что они плохие, а потому что у них данные такие разрозненные. Эти датчики пишут огромный объем и не пойми чего. И это надо куда-то все сложить, а потом с этим разбираться и структурированностью там и не пахнет. И это типичная задача для ходуба. И не зря наша платформа у всех металлургов, у всех нефтяников, у всех газовщиков работает именно ходубовской частью. Потому что у них данные не структурированы. Вот мне почему-то кажется, что наше прекрасное образование, оно в этом смысле как промышленность. Несмотря на то, что у каждого есть свой эксель, он структурированный. Но в целом, мне кажется, она еще не готова к единому хранилищу одной структуры. И может быть, надо начинать с ходуба. Потому что ходуб, он универсален, он съест все. Но это все надо кому-то написать, а в системе образования есть кому писать. То есть я думаю, что первый кубик для вас, наверное, все-таки синенький. Ну и рыжий постгресс, ну, конечно, постгресс, универсальная база данных. А до хранилища уровня Greenplan плюс Glitzhaus надо все-таки некий путь пройти. В банке его шли-шли, потому что не в банковской системе, они не могут иначе. Вот, они его прошли. Насколько образование готово к большому, там, многотерабайтному всероссийскому хранилищу про все вообще? Я не знаю, я сомневаюсь, что это возможно, но может быть, какими-нибудь приказами сверху, такими мощными. Вот, типа ЕГЭ по всей стране в структурированной форме. И по нему делать аналитику. Ну, может быть. Но мне кажется, что начнется с Хадупа, если так уж. Ну и вообще, по большому счету, у вас все-таки не совсем Big Data. Вот Андронный коллайдер, да, Big Data. Генерит кучу всего. Что с ним делать, никто не знает. Или там, да, вот соцсеть. Ну, в образовании все-таки стараются, чтобы данные были средненькие, мне кажется. Вот, поэтому, может быть, рыженький квадратик постгресса – это то, чего хватит в образовании. Ну, не знаю. Да, да. Ну, немножко защищая образование, скажу, что за последние 10 лет у нас очень много всего изменилось. Появились электронные дневники. То есть, каждый день там куча всяких записей о том, не только что поставлено, но и как поставлено, за что поставлено, в каких обстоятельствах, там, что из этого получилось. Всевозможные системы прохода. Пришел ученик, ушел ученик, вышел ученик, дошел, не дошел и так далее. Вплоть до того, что он съел в этот день. Есть ли какая-то связь между тем, что он съел и между тем, что он там получил в итоге. Какая-то связь с медицинскими данными. То есть, как он себя при этом чувствовал, какая у него была температура и так далее. То есть, массив-то данных генерится. Вопрос, насколько осмысленно мы готовы с этими данными работать. Это и есть эскольная зрелость. Эскольная зрелость. Очень хорошо. Будем знать это слово. На этой слове, по-моему, только что придумалось. Я хотел сказать зрелость и понял, что нужно еще что-то. Нет, вы еще хорошо тут про иньянность. Вот это вот мне понравилось. Иньянность вот эта. Да, я смог существительное создать из этого понятия. Так что, старина Маяковский, я думаю, был бы нам благодарен за несколько неологизмов, которые у нас. Что говорит, кстати, о том, что тема-то горячая, что есть вещи, которые надо обсуждать. Если вы считаете, что в образовании бигдата созрело для какого-нибудь могучего гринплама и для витрин в виде кликхауза, то это прекрасно. Значит, я плохо об образовании думаю. Я очень прошу прощения за свои плохие мысли. Это нехорошо. Нет, нет, про образование надо думать хорошо, каким бы оно ни было. И, в общем, только тогда у нас все получится. Образование – это светлая вещь. Дети, что может быть? Да, это несомненно так. Так что банки-то у них там ладно с их деньгами, а у нас-то ведь как бы святое. У нас будущее. Вот. Ну, последний, наверное, вопрос. Вот вы сказали про путь воина, мне очень понравилось. А вот путь послушника какой? Вот есть молодой человек, он прослушал курс информатики, там немножко поковырялся в алгоритмах. Что он должен сделать, чтобы стать человеком, который что-то из себя представляет в мире Data Science? Какие шаги? Вы знаете, у меня такое ощущение, на моих глазах я уже не молод и уже в пору говорить о поколении наших детей. Ну, вот мои конкретно дети нет, а вот у друзей дети пошли в Data Scientist. И я не хочу ничего рекламировать, но в общем-то месяца через три неких курсов погружательных, серьезных, эти люди строили модели, строили корреляции и реально вынимали из данных нечто большее, чем сами данные. То есть делали то, ради чего за три месяца. То есть путь послушника, мне кажется, сейчас это очень модно, Data Scientist, путь послушника изучить эти три месяца какие-либо курсы и поработать где-то, попробовать данные, пообогащать, назовем это так. То есть вот есть сырой поток данных, их много на свете. Вы знаете, я когда ездил когда-то в Дубну разговаривать с этими могучими физиками, которые новые элементы придумывают и вообще, они говорят, вы не представляете, какая она ситуация в науке, удивительно. Данных очень много, никто не знает, что с ними делать, как из них правду вытащить. Никто не может придумать алгоритмы обработки. Вот этот коллайдер, он огромное количество данных генерирует из себя, и только малая часть этих данных кому-то пригождается. Поэтому это место не занято, и тут не надо быть воином, можно быть послушником. Надо просто его занимать и не бояться, потому что если не начать, то мы не узнаем, что будет в конце. Ну что ж, это очень оптимистично, очень светло, это именно то, что нам нужно. Большое спасибо, Алексей, за ваше выступление и за те посылы, те вектора, которые вы обозначили. Это нам очень важно, интересно, и давайте дальше дружить, потому что МГБУ – это то место, где к данным относятся серьезно и очень любят образование. Во всех его формах. Спасибо, Алексей, и до новых встреч.